Состоявшиеся и действительные Центральная избирательная комиссия официально признала прошедшие выборы в Государственную Думу. Сельские поселения Ненецкого округа смогут выбирать глав альтернативными способами. Изменения в закон приняли окружные законодатели. С главными событиями к этому часу в студии Надежда Литкова. Центральная избирательная комиссия официально признала прошедшие выборы в Государственную Думу состоявшимися и действительными. Согласно итоговым данным Центризбиркома, явка на избирательные участки в прошлое воскресенье составила 47,88%. В выборах приняли участие 52 миллиона 700 тысяч 992 избирателя. По открепительным же удостоверениям проголосовали 809 тысяч 157 человек. «Единая Россия» по итогам выборов получила 343 мандата, КПРФ – 42, ЛДПР – 39, с праворосы – 23. Таким образом, «Единая Россия» закрепляет за собой конституционное большинство в Нижней Палате. По списку у партии 140 мест в Госдуме, по одномандатным округам – 203. Кандидаты от КПРФ выиграли в семи одномандатных округах, ЛДПР – в пяти, с праворосы – в семи. Кроме того, в Госдуму прошли два представителя непарламентских партий и один самовыдвиженец. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова не стала скрывать тот факт, что Центризбирком не чужд самокритики. Она признала, что комиссии не удалось за короткое время изменить избирательную инерцию в регионах и пообещала работать над ошибками. Сказав, она о мире в ближайшее время встретится в любом формате с лидерами всех партий. Сельские поселения Ненецкого округа смогут выбирать глав альтернативными способами. Изменения в закон округа о регулировании отдельных вопросов организации местного самоуправления на территории региона приняты окружными законодателями во втором чтении. Внесение изменений связано с приведением окружного законодательства в соответствии с правовыми позициями федерального. С учетом изменений региональное законодательство предусматривает для местного самоуправления ряд альтернатив. В поселениях Ненецкого округа появится возможность самостоятельно определять способ замещения должности главы муниципалитета. Сегодня наконец-то полностью обличена форма закона. Вот эта идея все-таки вернуть нашим муниципальным образованием поселка искателей и сельских поселений возможность самим выбрать из нескольких вариантов способ изобрания главы. В муниципальном образовании и его место в структуре органов местного самоуправления. То есть эта идея у нас была давно, может быть несколько она была ускорена решением Конституционного суда, который установил, что мы не можем безальтернативную систему устанавливать для некоторых городских поселений и для всех сельских поселений. Так, главу муниципального образования городское поселение рабочий поселок искателей в соответствии с уставом поселения можно будет выбрать тремя способами. Первый на муниципальных выборах главы, второй искательским поселковым советом из числа депутатов, третий искательским поселковым советом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам специального конкурса. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатов в этом случае определит искательский поселковый совет. Главу остальных сельских поселений округа можно будет выбрать на муниципальных выборах главы или советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Способ избрания глав на селе будет определен уставом каждого муниципалитета. Петхие строения будут взяты на особый контроль. В связи с частыми случаями загорания и растеленных домов главам органов местного самоуправления рекомендовано усилить их охрану. Раньше запланированных сроков завершился северный завоз в Ненецком округе. Населенные пункты региона на 100% обеспечены годовым запасом топливно-энергетических ресурсов. Главам органов местного самоуправления рекомендовано усилить охрану расселенных домов. Речь идет об установлении постоянного наблюдения за ветхими строениями, подлежащими сносу. Оградить доступ к заброшенным зданиям главы муниципальных образований рекомендовано в связи с частыми случаями загорания и растеленных домов. На особый контроль необходимо поставить профилактическую работу с детьми о недопустимости их нахождения в заброшенных зданиях. Сами дома уже давно никакой ценности не представляют. Они давно расселены, их износ составляет 100%. А вот последствия могут быть очень серьезные. Гораздо серьезнее, нежели от возгорания жилого дома. Ведь рядом с этими хибарами есть и социально важные объекты. На сегодня, конечно, это проблема. У нас по статистике с 2016 года, в 2016 году, где-то уже 12 сгораний в этих домах. Это и угроза соседним домам, где есть деревянные строения. Ну и вообще угроза даже безопасности. Там собираются люди с непонятными целями. Все строения находятся на территории города Нарьинмара и поселка Искателей. Последний случай произошел в понедельник, 19 сентября. Загорелся дом по улице Смедовича, 9. Пожар удалось оперативно потушить. Строение не разрушено. В настоящее время по всем фактам проводится проверка. Как главным управлением проводится проверка, так и управление внутренних дел. Также сотрудники выезжают на места возгораний. Устанавливаются причины, устанавливаются виновные. Сносом этих ветхих и расстеленных домов занимается конкретная служба управления городского хозяйства. Как пояснили нашей съемочной группе, до момента сноса этих домов по правилам пожарной безопасности должна осуществляться обязательная охрана строений. Нашим отделом непосредственно занимаются. Мы ежедневно выезжаем три раза в день, осматриваем дом. Если консервацией мы занимаемся, если где-то что-то разбито, мы непосредственно звоним. У нас есть чистый город тоже занимается, помогает нам, заколачиваем эти дома. Ну и периодически на следующий день опять объезжаем. Та же самая картина, что опять двери скрыты, где-то окна скрыты. И, соответственно, отсюда и получаются эти поджоги. Однако на практике эти методы недейственны. Дома продолжают гореть. Долгожданный снос осуществляется в рамках государственной программы округа, по обеспечению доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненинском округе, рассчитанной до 2025 года. В этом году нам выделено было всего порядка 2 миллионов рублей на снос этого ветхоаварийного домов. На эти деньги мы снесли, получается, за ПРРК-12, строительное 9А, и это примерно 1 миллион 500. На оставшиеся деньги мы планируем вывезти газопровод с Яфтысова 1А, сделать вынос газопровода тоже там, и рабочая 19А, вынос газопровода. Больше денег у нас нет, у нас снос домов в этот год больше нет. Деньги, да, соответственно, мы писали, там порядка где-то 3 миллионов ещё нам потребуется, чтобы вывезти субстанцией все эти аварийные дома. Но обещали нам только 500 тысяч. Словом, как долго предстоит жить в опасном соседстве, никто из ответственных лиц городской администрации точно нам сказать не смог. А между тем, дома горят не только в городе, но и во всём регионе. Только за последние несколько дней произошло три пожара. 14 сентября сгорел частный дом в селе Нижняя Пёша. Пострадали два человека. Загорелся дом, хозяйственная постройка в виде гаража. А в горели два очка. Один находится в реанимации. Сейчас будет транспортировка в Новгород. А второй как бы легче ситуация. В тушении пожара принимали участие и пожарный под, и работники северного комсервиса со своей техникой. Принимало большое у нас количество людей. Их тоже с населения стояли в стороне. Кто воду подтаскивал, кто грамми растягивали стены. В общем, равнодушных не было. Семье, пострадавшей в результате пожара, предоставлено временное муниципальное жильё. Горение произошло при перекачке бензина в бочкотару на придомовой территории. В этой связи глава региона рекомендовал руководителям органов МСУ взять под особый контроль соблюдение населением правил хранения горюче-смазочных материалов в соответствии с принятыми в муниципалитетах нормативными документами. Елена Семёнычева, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Северный завоз в Ненецком округе завершился раньше запланированных сроков. По данным оператора по северному завозу муниципального предприятия Заполярного района «Севережилкомсервис», населённые пункты региона на 100% обеспечены годовым запасом топливно-энергетических ресурсов. По плану, кампания должна была завершиться 30 сентября. За период навигации в поселение доставлено порядка 21,5 тысячи тонн каменного угля, 9 900 тонн дизельного топлива, более 100 тонн масел и смазок, 70 тонн бензина и более 11 тысяч кубометров дров. В 2016 году «Севережилкомсервис» также организовал поставку угля для 70 котельных, которые отапливают расположенные на селе государственные учреждения образования, культуры и здравоохранения. Как пояснили в Департаменте строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа, стоимость одной тонны угля обходится бюджету примерно в 7 600 рублей. Сумма складывается из затрат на доставку общего объема угля по реке и по морю и цены за сам уголь. Населению эта же тона реализуется за 2 с небольшим тысячи рублей. За дрова жители также платят менее 30% от фактической стоимости. Закупка и доставка кубометра обходятся в 4 300 рублей. До конца года Минстрой России ждет от регионов не менее пяти концессий в сфере ЖКХ. Такой целевой ориентир сегодня поставлен и перед Ненецким округом. Работу по привлечению инвестиций коммерческих структур в энергетический и коммунальный сектор экономики округа на условиях концессионных соглашений ведет Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа. Иными словами, речь идет о передаче объектов энергетики и коммунального хозяйства в управление вне бюджетных организаций. Привлечение коммерческих структур в сферу ЖКХ и энергетического комплекса позволит снизить затраты бюджета на содержание объектов энергетики и коммунального хозяйства, а также уменьшить размер тарифов за предоставленные коммунальные услуги и повысить качество предлагаемых услуг потребителям. Есть в концессии еще один заметный плюс для бюджета. Это приведет к уменьшению субсидий на возмещение части затрат по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры, а также к уменьшению субсидий на возмещение недополученных доходов. Работа ведется в частности по передаче в частное управление дизельной электростанции деревни Макара, деревни Куя, Устья, Амдерма, системы теплоснабжения поселка Амдерма, системы водоснабжения поселка Амдерма, котельные, центры архитического туризма, блочно-модульные плодоподготовительные установки на территорию муниципального образования Заполярного района. В соответствии с федеральным законом решение о передаче в концессию может быть принято только собственникам этих объектов, то есть Заполярным районам. По словам главы администрации района Олега Холодова, некоторыми объектами ЖКХ и энергетики в населенных пунктах региона заинтересовалось общество с ограниченной ответственностью МК-сервис. Сейчас пока удалось достичь соглашения только по электростанциям Устья и Куи. То есть тут мы согласны и они согласны, так что вот это направление сейчас будем практически реализовывать. То есть вот просто принципиальное согласие было достигнуто позавчера. Устья и Куя без Макарова. Без Макарова, потому что опять-таки про Макарова мы не согласовали, поскольку у нас там есть перспективные планы использования, ну реконструкция этой дизельной электростанции, переход на более дешёвое топливо-василковское. Поэтому мы уже туда начали вкладываться, в эту модернизацию, поэтому мы и оставили пока её за собой. В вопросе передачи объектов энергетики и коммунального хозяйства в управление частных рук Заполярный район ведёт себя крайне осмотрительно. Ведь от этого, по словам Олега Холодова, зависит безопасность, тепло и электроснабжение населения. А между тем, передача этих объектов в концессию – требования Минстроя. До конца года ведомство ждёт от регионов не менее пяти концессий в ЖКХ. По словам замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрея Чибиса, действующие концессии показывают рост эффективности коммунальных предприятий, снижается число аварий и претензий потребителей. При этом государство экономит деньги, так как бюджетные дотации замещаются частным капиталом. По каждому поселению подготовьте эти проекты и отдайте их в свободный доступ. А при еще них отдавать, мы давайте в своем месте отработаем механизм страховки, чтобы это был не предприниматель печати с уставом, а чтобы это были какие-то основные, чтобы это был уставный капитал. Ну, то есть механизм страховки придумать можно. По поручению главы региона до 30 сентября Заполярный район опубликуют в свободном доступе перечень объектов ЖКХ и энергетики, которые могут быть переданы в концессию. Такой же список региональной власти будут ждать и от мэрии города. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Самые сильные и выносливые школьники Отправились на ежегодный традиционный тур «Слёд Золотая осень». Школьные команды из Наринмара из кафелей «Красного» и «Тельвиски» в походных условиях продемонстрируют свои навыки. Работников музеев, театров, библиотек, киностудий и других учреждений культуры Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума приглашают принять участие в конкурсном отборе на премию имени Анатолия Луначарского. До окончания приема заявок осталось несколько дней. В этом году они принимаются до 30 сентября включительно. Премия Луначарского предусматривает поощрение работников культуры представителей нетворческих профессий. Тем, кто обычно остается в тени творческого процесса, но без которых культурная отрасль просто не могла бы существовать. Это костюмеры, режиссеры, светоосветители, звукорежиссеры, аккомпаниаторы, работники фольклорного, этнографического и научно-исследовательских центров и другие. Премия включает в себя почетный диплом, специальный приз и денежное вознаграждение в размере 250 тысяч рублей. От каждого субъекта Российской Федерации в течение года может быть выдвинуто не более одного номинанта на получение премии в каждой номинации. Церемония вручения премии в этом году пройдет в рамках 5-го Санкт-Петербургского международного культурного форума. Подробную информацию о премии и нормативные документы можно найти в специальном разделе на сайте форума culturalforum.ru. «Я люблю тебя, жизнь» – 7-й окружной съезжий фестиваль клубов общения пенсионеров под таким названием пройдет 24 сентября в Наринмаре. 27 творческих коллективов окружных землячеств, национальных диаспор из Наринмара, Макарова, Волоковой, Хангурия, Красного, Каменки, Оксина, Нижнепеши и Харуты – порядка 200 жителей высокого возраста – соберутся в столицу округа на самом масштабном мероприятии регионального отделения Союза пенсионеров России. В этом году организаторы фестиваля посвятили творческую встречу «Году народного единства» в Ненецком округе. «Мы в свой фестиваль приглашаем участвовать и украинцев, и белорусов, и азербайджанцев, и таджиков, и татар, и башкир, как можно больше, чтобы представили широту наших народностей. Это будет у нас большой концерт, концерт будет у нас в Арктике, а потом некоторые коллективы дадут концерт в Доме престарелых, в Центре социального обслуживания. Ну вот ищем еще площадки». Концертная программа будет включать порядка 40 номеров. Начало концерта запланировано на 16 часов. Только самые сильные и выносливые в Наринмаре стартовал ежегодный традиционный тур слет школьников «Золотая осень». На территории Центра арктического туризма школьная команда из Наринмара искателей Красного и Тельвиски продемонстрирует навыки походной жизни, умение работать в коллективе, знания родного края и творческие способности. Проводила юных путешественников поход и наша съемочная группа. Для девятиклассника Дмитрия Терентьева из поселка Красное участие в этом турслете – своего рода проверка. Ведь он в первый раз ведет свою команду в качестве капитана. Но за таким капитаном и идти не страшно. Опыта юному путешественнику не занимать. Помимо этого мероприятия, в котором он участвует уже третий год подряд и вместе со своей дружной командой занимает призовые места, молодой человек зачастую самостоятельно организовывает походы. От последнего у молодого человека остались очень яркие воспоминания. Юный путешественник Дмитрий Черков из четвертой школы в турслете принимает участие уже во второй раз, но в качестве капитана также в первый. Говорит, самое главное в подобных походах – это подготовка. Все проходили поэтапно, мы знали, что будет, потому что не первый раз идем, ну примерно. И все, проходили, тренировали, учили узлы, топографические знаки и траекторию примерно изучали. Конечно, ни одна команда не справилась бы без опытного проводника. Своим опытом Михаил Лупанин, преподаватель ОБЖ из первой школы, может гордиться, ведь в свой первый поход он отправился еще в конце 80-х годов прошлого века. Как признается опытный путешественник, самое главное качество, которым должен обладать истинный турист – это выносливость. Желающих много, тут, наверное, важно подобрать ребят опытных. Встречались такие, которые первый раз хлеб отрезали, то есть на всем готовом. Готовимся, рассматриваем все нюансы, все вопросы, чтобы не возникало у нас чрезвычайных ситуаций. Главное, конечно, это сходить, чтобы все были здоровы, никто не заболел, ну и получить впечатление. ОБЖ, география и другие учебные предметы пригодятся юным путешественникам в этом году. По словам организатора, главный орган, который будет работать у участников этого турслёта – голова. Каждый год мы стараемся придумать что-то новенькое, ребятам. Каждый раз усовершенствуемся. В этом году у нас уже больше команд по сравнению с прошлым. Очень радует это. Команды настроены достаточно оптимистично. В этом году ребятам на самом деле придется думать головой и работать командой. То есть им не дается готовый маршрут, по которому они идут. Промаркированные, отмеченные. Им нужно брать азимуты, отмерять расстояние, уметь ориентироваться на местности и на карте. Работать в команде. Первое испытание ждет ребят сразу на построении. Это поход «Кросс» от памятника танка Т-34-85 «Оружие Победы» в поселке Искателей до места проведения слёта. «Кросс» будет сопровождаться различными заданиями на ловкость, выдержку и смекалку.